Всем привет, меня зовут Алена Полюхович, мы продолжаем с вами серию роликов по изучению по Google Аналитике 4, продолжаем ей учиться и сегодня я разберу и покажу вам, как создавать события и цели конверсии в четвертой Google Аналитике. Настраивать события конверсии рекомендуется через Google Tag Manager, триггеры, которые были созданы ранее для Universal Аналитики работать будут, но теги конечно же придется создать новые, чтобы все корректно работало и сегодня мы с вами разберем, как поставить клик по кнопке, посещение определенных страниц и отправку формы. Итак, сейчас первая цель это отслеживание события на отправку формы, мы будем работать через Google Tag Manager, у нас есть например такая форма заказать звонок на нашем сайте, здесь нам необходимо ввести имя сайт, контакт на телефон и нажать на кнопочку отправить, если человек все заполнил корректно, то есть он вставил и имя и сайт и телефон и нажала кнопку отправить, тогда его встретит вот такое вот сообщение, спасибо за ваше сообщение, оно успешно отправлено и можно считать тогда, что действительно человек все корректно заполнил, действительно заполнил заявку, собственно это мы с вами и будем отслеживать, конечно можно было бы поставить просто отслеживание на клик по кнопке, но это будет допустим на некоторых сайтах не совсем корректно, потому что человек мог кликнуть по кнопке, но при этом он ничего не заполнил, да и поэтому как бы конверсия будет регистрироваться, а по факту-то леда и не было, поэтому сейчас я вам показываю как настроить на отправку события, итак возвращаемся в Google Tag Manager, для начала мы идем с вами в переменные, потому что нам нужно будет настроить видимость элементов, нажимаем на кнопочку настроить, нам открывается вот такое вот поле с правой стороны конфигурация встроенных переменных, мы с вами прокручим в самый низ, нас интересует видимость элементов и мы здесь ставим галочки, после этого мы нажимаем закрыть и идем дальше с вами в триггеры, так мы с вами пришли в триггеры, нажимаем на кнопку создать, называем триггер так чтобы мы понимали, что это обратный звонок, после этого нажимаем настройка триггера, нас интересует взаимодействие пользователя как раз таки видимость элемента, далее у нас есть метод выбора либо настраивать по идентификатору, либо через селектор css, я выбираю селектор css, собственно сам селектор css нам необходимо сюда вставить, как это сделать, мы переходим на наш сайт и на наше поле, которое нам собственно нужно отслеживать, так проделываем все свои действия, заполняем контактный телефон и нажимаем на кнопочку отправить, наше сообщение отправлено, появилось вот это вот волшебное сообщение, спасибо за ваше сообщение, оно успешно отправлено и нас как раз таки интересует этот селектор, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши посмотреть код, открывается нам вот такое вот поле для разработчика, оно сразу подсвечивается как вы видите голубым цветом, мы можем посмотреть даже что когда я навожу сюда, да вот здесь вот открывается синим подсвечивается спасибо за ваше сообщение, то есть если я выше начинаю нажимать, начинают подсвечиваться другие поля, оно подсветилось, мы нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем copy и выбираем copy select, скопировали и возвращаемся в наш google менеджер тегов и вставляем сюда наш элемент, так далее у нас правило запуска этого триггера, мне в принципе достаточно один раз на элемент, просто чтобы человек увидел его один раз, этого достаточно и событие сработало, минимальный процент видимости, то есть должен как он должен быть виден на экране для срабатывания триггера, мне достаточно 50 процентов, если у вас есть какой-то важный текст, который важно чтобы человек прочитал полностью, тогда вы можете это изменить, также здесь есть указать минимальное время видимости можно, то есть как долго выбран элемент должен быть виден на экране для срабатывания триггера, регистрация изменений дом и еще условия активации триггера, то есть некоторые события типа доступности, либо же все события, но это уже нюанс, если вы знаете как с этим работать и вам нужны дополнительные какие-то настройки, вы можете здесь поиграться, в принципе для базового хватает просто оставить вот все данные, как они есть и после этого вы нажимаете кнопку сохранить, так и идем дальше с вами в теге, то есть триггер это то как будет срабатывать событие, а тег с помощью него когда событие сработало будут отправляться данные уже в четвертую google аналитику и нам здесь тоже нужно нажать на кнопочку создать, мы называем тоже этот тег, обратный звонок например GA4, идем в конфигурацию тега, здесь мы выбираем google аналитика события, google аналитики 4, выбираем тег конфигурации google аналитика 4, для этого она у вас уже должна быть настроена на сайте, если вы не смотрели ролик о том как настроить вообще google аналитику 4, мой предыдущий, то советую обязательно посмотреть и думаю подсказка где-то здесь вылетит, так далее название события называйте как угодно кириллицей, латиницей, главное чтобы вы понимали о чем речь, потому что название события оно будет в отчетах и в 4 google аналитике, поэтому вы должны понимать как оно называется, так например callback называйте, здесь у нас есть дополнительные настройки, если вы в этом разбираетесь вам это необходимо, то можете как бы пораскрывать их и что-то сделать, но мне сейчас этого не надо, в триггерах мы выбираем собственно наш обратный звонок, который тег мы создавали и нажимаем кнопку сохранить, после этого мы обязательно все изменения, которые мы сделали, нам необходимо отправить иначе ничего не сработает, нажимаем опубликовать, здесь мы можем указывать название и описание тех правок, которые мы делаем, можем не называть, но рекомендуется называть, чтобы вы просто понимали, что вы зачем делали, и вам было легче потом этим управлять, удалять и так далее, посмотреть свои изменения и нажимаете далее, после этого нам нужно же проверить сработало это или нет, мы нажимаем с вами предварительный просмотр, открывается google тег assistant, мы вставляем сюда наш сайт, нажимаем connect, он перебрасывает нас на сайт, так тег assistant connected, значит все окей, все хорошо, все сработало, так ищем нашу форму, здесь вот мы нажимаем continue и мы здесь смотрим теги, text fired, то есть те, которые зарегистрированы, тег not fired, так нажимаем и пробуем собственно сделать снова, вставляем наш сайт, контактный номер телефон, отправим, так возвращаемся в тег assistant и смотрим, получить обратный звонок, вот наша цель, она зарегистрирована в text fire, то есть все окей, мы проверили, наша цель сработала, вот здесь у нас есть text not fire, то есть те, которые еще цели не сработали, если у вас цель будет вот здесь, значит вы что-то сделали неправильно, возможно ошиблись, где-то скопировали не так, а селектор, то есть нужно возвращаться в теги, в триггере и перепроверить все еще раз, так следующая цель это нажатие непосредственно на кнопку, то есть допустим у вас сайт интернет-магазин, вы что-то продаете и вам важно отслеживать такие события, как нажатие на кнопку добавить в корзину, да, то есть вам важно, чтобы вы понимали сколько человек нажали на кнопку добавить в корзину, для этого мы идем снова таки с вами в триггер и нажимаем создать триггер, называем его, добавить в корзину, добавить в корзину, кнопка, нажимаем настройка триггера, здесь нас уже волнует тип триггера, это клик, все элементы, дальше нас интересуют некоторые клики, у нас здесь даже сразу видите клик-классы подставляется, если здесь мы посмотрим, то у нас здесь есть другие варианты, там page view, page URL, но нас интересует в данном случае клик-классы и далее содержат, и далее нам нужно вставить что же оно содержит, для этого мы идем на сайт, вот у нас есть прекрасная кнопка в корзину, да, на которую нам важно это настраивать, также нажимаем правой кнопкой мыши, просмотреть код, нам открывается панель разработчика и она опять же подсвечивается, но чтобы вы понимали она должна обязательно называться с button-класс, мы видим что она называется button-класс, мы можем ее скопировать, скопировать элемент, либо же прописывать его ручками, нас здесь волнует вот это вот поле, вот это вот поле, не все, а только то, что в кавычках, копируем, возвращаемся сюда, вставляем и нажимаем сохранить, далее как обычно идем с вами в теге, нажимаем создать новый тег, прописываем название, в конфигурациях тега мы выбираем снова google аналитика события GA4, здесь выбираем конфигурация, google аналитика конфигурация GA4, даем название события, так чтобы оно было нам понятным, здесь мы ничего не трогаем в принципе и в триггерах выбираем наш созданный триггер, то есть это добавить в корзину кнопка и нажимаем как обычно сохранить, опять отправляем все наши данные, которые мы изменяли, нажимаем далее и после того как данные все отправятся, мы снова возвращаемся в нашу рабочую область, нажимаем предварительный просмотр, для того чтобы проверить работает ли оно, нажимаем connect, так открывается наш сайт, так вот у нас textfire, text not fired, есть добавить в корзину кнопка и проверяем срабатывает ли она, так выбираем там какой-то товар в корзину и возвращаемся, вот вуаля textfire, добавить в корзину, все сработало, значит все работает, все окей, так ну и последнее это посещение конкретных страниц, то есть допустим вам нужно отслеживать сколько людей положила ваш товар в корзину и сколько из них оформила заказ, чтобы вы просто понимали например, что положила там 20 человек товара в корзину, а дошло до финальной точки оформления заказа, там всего лишь 5 человек, да и вы уже начнете думать, значит что-то возможно пользователям неудобно, что-то с юзабилити и так далее, и в таких случаях нам необходимо делать такую цель посещения конкретных страниц, например, мы создадим начало оформления заказа, опять же идем в триггеры, создать, называем его, так, начало оформления заказа, нажимаем настройки триггера, здесь нас уже волнует просмотр страницы, некоторые просмотры страницы, выбираем у нас здесь page URL, содержит и собственно страницу нам нужно выбрать, для этого мы идем на наш сайт и смотрим как меняется наш URL, когда мы что-то добавляем, так, например, кровати для спальни, я беру, вложу в корзину, и вот у нас появляется вот так вот simple checkout, я копирую эту ссылочку, возвращаюсь в свой Google Tag Manager и вставляю сюда, после этого, как обычно, нажимаю на кнопку сохранить, далее как обычно идем с вами в триггеры, нажимаем на кнопку создать, обычно прописываем, чтобы нам было понятно, выбираем конфигурацию тега, выбираем событие MGA4, здесь мы выбираем Google аналитика конфигурации, опять даем понятное название событий и в триггерах мы выбираем наш триггер, который мы выбрали, так, ну и нас волнует, конечно же, конец оформления заказа, поэтому мы идем снова в триггеры и создаем триггер конец оформления заказа, для этого мы идем, чтобы посмотреть, как меняется ссылка, которую нам нужно вставить, мы идем в корзину, проходим весь путь оформления, оформляем заказ и смотрим, как поменялась наша ссылка, check out success, копируем ее и возвращаемся в наш Tag Manager, где мы выбрали тип триггера, опять-таки просмотр страницы, page url содержит и вставляем сюда нашу ссылку и конечно же нажимаем сохранить, снова идем в теги, снова нажимаем создать, подписываем, выбираем конфигурацию тега, как обычно, событие, google a4, так, вставляем понятное название и в триггерах выбираем наш триггер, конец оформления заказа и клипкаем на кнопку сохранить, не забываем отправлять все наши данные, которые мы сделали и после этого нажимаем опять же предварительный просмотр для того, чтобы посмотреть сработали ли наши теги, цели, которые мы с вами настраивали, так connected, смотрим все у нас кнопочки здесь и мы пытаемся выполнить опять же действия, добавить в корзину, затем оформить заказ, проделываем все опять и вот видите у нас уже кнопка оформить заказ, начало оформления, конец оформления, кнопка добавить в корзину, все это сработало, значит все мы с вами настроили правильно, после этого вы идете в свою четвертую аналитику, вот здесь вот поле администратор, конфигурации, события, ищите ваши события, вот здесь вот они вот так вот прописаны и передвигаете ползуночек, чтобы они включились и начали отслеживать, если оно не появилось, то вы можете нажать всегда на кнопку создать событие, создать событие в конверсиях, создать событие конверсию, называете его так же, как вы называли, давали название этому событию, и оно тогда у вас появится и появится снова в событиях, и вы здесь вот ползуночком делаете, и дальше если вы настраиваете рекламу, то в google аналитику заходите и импортируете конверсии, как обычно, как это было ранее. На этом у меня все, надеюсь ролик был доступным и понятным, если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии, разберем, ответим на каждый, обязательно подписывайтесь на наш youtube канал, вступайте в нашу телеграм-группу, где у нас проходит живое общение между участниками, также подписывайтесь на нашу фейсбук-группу, вступайте в наш инстаграм-аккаунт, не забывайте делиться данным видео, если в соцсетях, если оно было вам полезным, и до новых встреч!